МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію в Україні напередодні місцевих виборів. З нами доктор політичних наук Андрій Шуріка. Андрій Шуріка – доктор політичних наук. Закінчив Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, заступних декана факультету суспільних наук і міжнародних відносин ДНУ, автор численних наукових праць. Протягом багатьох років відстежує хід виборчих кампаній. Хобі – футбол, науково-популярна література. Андрій, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, політичні партії, політичні сели вже подали документи до міської, до обласної виборчих комісій на реєстрацію. Чи всі політичні гравці, які ми бачимо на мапі політичні, знову ж таки, активно включилися в цю боротьбу перед виборчим? Ну, все вже заявили о своїх політичних амбіціях, все вже сказали, хто хотів, що він йде на вибори. В принципі, ця избирательна кампанія достатньо необычна, ну скажем так, даже своєю определеною предсказуємостю. Тому що, мало того, що всі політичні сили, всі ті розклади, про які говорилися, були реалізовані. Во-вторых, і в кандидатах в мэри міста, і в тих вже кандидатах в депутатах, в которых ми бачили, дуже багато знакомих лиць насправді. І насправді, така кампанія, якщо буквально в тому році ми дуже багато говорили о запросі на нові політичні лиця, то ця кампанія якось показує класичну, привичну політичну сферу міста Дніпра. Може за рік чи півтора нової влади є вже запит на старі політичні обличчя? Ні, можливо, можливо, тут складно говорити, тут вже ми побачимо, скажімо так, навіть не стільки по голосам збирателів, а по активності збирателів, наскільки їм актуальні вже ці нові політичні сили. Але те, що нових дуже мало, це, ну, во всякому сучасі, серед реальних дійсуючих ігроків, то це, ну, насправді, дуже цікавий факт. А ви маєте на увазі нових, це стосовно кандидатів на посаду міських горів, чи це політичні партії, політичні сили? Ну, і з кандидатів на посаду міських голов ми видим, що багато, більшість політичних партій, скажімо так, доминируючі в політичному пространстві міського, вибрали, ну, як минимум, ожідаємих лиц, чи ожідаємих, чи, скажімо так, вторих ожідаємих лиц, т.е. ні один кандидат от політичні партії, як минимум, не удивив. А наоборот, ну, скажімо так, просто вызывает кивок, що ну да. Теже саме, отчасти, і касається, якщо ми дивимо по збирателям списку, ми, знову ж, побачимо дуже багато знайомих лиць, багато депутатів горсовета, які були до цього, при ведущих созывах від цих же політичних сил, побачимо людей, які не були депутатами міського совета, ну, як мінімум, активно участвували в політичному процесі. Ну, скажімо так, картина дуже чітко вирисується іменно політичній сфері міста Дніпро. Так, а якщо говорити про Дніпро, скажімо, є, ну, назвемо навіть, політичні сили, скажімо, є опозиційна платформа «За життя», в принципі, на центральному рівні вона, так, в опозиції до влади, да, на місцевому рівні у нас інша влада, ніж центральна, да, в принципі, там нормальні, я так розумію, відносно, да. От чи не є в цьому певного протиріччя? Ну, як вам сказати, по протягом многих років політичні партиї в Україні показували, що їх політика на общенациональному рівні, їх політика на місцевому рівні далеко не всегда совпадає. Ми не разу вже виділи дуже спеціфічні коаліції, і не тільки в нашому місцеві, а в місцеві практически всіх місцев городів України. Тобто, на самом деле, вони більше... І, в принципі, це, на самом деле, правильно. По идеі, політична сила на місцевому рівні. Містні політики должны більше следувати інтересам містной громаді, ніж... Ну, займатися власним господарчим питанням, а не чистою такою політикою. Ну, навіть якщо займатися політикою, то займатися містною політикою, а не следувати просто інтересам определенного лідера політичної партії на спільному національному рівні. Але є, все ж таки, певний бренд. Тобто, люди часто голосують за бренд. Чи не є це певна маніпуляція, скажімо, суспільної свідомісті? Це завжди є маніпуляція, і, на самом деле, ми можемо побачити, що, ну, скажімо так, многие політичні сили йдуть по такій схемі, коли ми навіть толком не будемо знати депутатів. Вони вибирають себе якогось персоналізованого лідера, вокруг которого строять полностью свою компанію. До депутатів часто, ну, вони даже особо не обсуждаються, і мнення, даже избирать до избирателей, їх фамилий часто, ну, скажімо так, не доходять, тому що їх не рекламирують. Єсть політичний бренд, можна даже вважати, що політичний бренд становиться не партия, а именно її лідер. Ми видим, що некоторые політичні партиї вже старих, проверенных лідерів нашли, і почали строити, знову строити свою імідь вокруг них. Ну, це, мабуть, Іван Иванович ніхто не разворачивав, я б назвав це так. На самом деле, якщо ми вспомним те ж парламентські выбори 2019 роки, багато партиї дуже сильно акцентировали внимание на общенациональному і київському рівні, а на місному рівні штаби, якщо були, то вони касались исключительно избирательного процесу. І багато фактично свернулися. Некоторі політичні партиї, які вже по протяжі долгого времени представлені, які вже не одні выбори здесь проходять, у котрих долгая історія общення з избирателем, вони більше іменше существували. Але в тому класичному виді, в якому ми говоримо, як должна существувати політична партия, на самом деле, цього не було. Некоторі тільки недавно хоч открыли здесь представительство, та ж партия «Слуга народу», тільки недавно здесь открыла представительство. На самом деле, ми в таке уникальне время живем, коли наше законодательство полностью делает акцент в избирательному процесі, на политических партиях, і суб'єктам відваження даже тех же кандидатів в мэри є політична партия. Але фактично, ми живем во время, коли політичні партиї умерли. І не тільки на містному уровні, а даже на общенациональному. Політичні партиї формируються тільки исключительно во время выборов. То есть, я даже не знаю, многие или политические партии оставят свое представительство после местных выборов. Возможно, чтобы и закроются, останется просто, грубо говоря, представительство каждого конкретного депутата на своем участке. Так, до речі, я не планував, чесно кажучи, про це говорити, але все-таки не можна спитати. От, якщо ви вже згадали, що у нас фактично немає якихось політичних партій з бэкграундом, великим, скажімо, як у США це демократи-республіканці, у Великобританії це лейбористи, це консерватори, це ліберали, у Німеччині СДПГ і відповідно ХДС, ХСС. У нас були Народний рух, була Компартія, ну, Компартія це, я розумію, заборонна, але все ж таки, Народний рух була, була НДП, була СДПО, була партія регіонів і таке інше. Вони існують там, ну я не знаю, рік, два, п'ять, ну десять максимум, на такому плаву тримаються. З вашої точки зору, це добре чи погано для суспільства саме, для побудови демократичного суспільства? Ну, звісно, це плохо, тому що партії в такому випадку превращаються исключительно в проєкт. І навіть не стільки політичний, модне слово, політичний проєкт, тут вже можна говорити о якому-то фінансовому проєкте. Т.е. коли у определенного, у лідерів находять деньги на проведення кампании, і партия ісчезає. Т.е. она реалізовала свою задачу і фактически ісчезає. На самом деле, це на самом деле партии, в якій ви говорили, вони почему і существують на протяжі долгого времени, у них взліт і є і падіння, але у них є постійне взаємодійство со своїми избирателями. І поэтому у них є постійна, скажімо так, своя група избирателей. Уменьшаючийся, увеличиваючийся, але костяк остається. І у ті партиї, які ви называли, які существували когда-то в Україні, у них теж був свій костяк. І вони знали, що определенне кількість голосів, як минимум, вони завжди заработають. Зараз же люба політична партия виходить, грубо говоря, в чистое поле. І тому ми, кстати, і видим, во-первых, ну скажімо, на всіх соцопросах всегда дуже багато кількість неопределившихся. Іногда просто огромна, там до 60% по некоторым опросам доходить. І поэтому многие избиратели делают свій выбор исключительно на избирательному участку. Ну, тому що вже выбирають, вони вже дошли до того выбора, коли вже треба выбирати. І выбирають, чаще всего, ну скажімо так, не всегда оцінювати реальне, реально оцінювати політичні сили. До речі, у суспільства є такий запит український на класичну, скажімо, правоцентрійську політичну силу, лівоцентрійську політичну силу? Ну, можливо, на ідеологічні запитання немає, тому що ідеологічні запитання ідеологічні запитання в Україні. Але, мені кажется, що достаточні у многих політичних груп, є такі групи, є запитання, на постійне взаємодії, ну, як мінімум, на більші активній в політиці. тому що, фактично, цим відсуттвіем, скажімо так, действуючих между выборами політичних партий, ми ограничиваємо можливість граждан участвувати в політиці. Т.е. вони можуть прийти проголосувати, і следуючі 5 років вони в політиці ну, якби, не участвують. Вони можуть там, вийти на демонстрацію, вийти на митинг, но вони, можливо, хочуть займатися цим більше детально, більше внимательно, участвувати в каких-либо проектах. Ну, і так далі. Там, на самом деле, достатньо різні форми. Я, наскільки, я помню, некоторые політичні партии в начале ще 2000-х там, займались безплатною юридичною допомогою гражданами, многих гражданами. Ну, деякі зараз займаються, в принципі. Ні. Некоторі і зараз. Ну, скажімо так, це вже... Зараз дуже складно знайти навіть цей штаб у політичній партиї. К сожалению. Так. Пане Андрію, все-таки, я пропоную повернутися до нашої безпосередньої теми. Це місцеві вибори 2020. Доводиться досить часто чути такую оцінку, що вони будуть ледь не найбруднішими за останні роки. Так. Хотілося б почути вашу оцінку і що слід взагалі розуміти під брудними виборами. Тобто, там, більш брудні, менш брудні. Вони все одно брудні будуть? Ні. Ну, грязні вибори, ну, вибори завжди конкурентні. Це зрозуміло. І зрозуміло, що кожна політична сила бореться за свою, ну, скажімо так, за мнение избирателей. Це совершенно нормально, в цьому і суть вибор. Грязні называють, коли формируються які-либо політичні компатії проти определенного оппонента. Тобто, коли штаб, грубо говоря, ставить своєю целью не повисити рейтинг своєго кандидата, а опустити рейтинг своєго оппонента. Говорять, що вони будуть грязні, ну, як мінімум, тому що, як мені кажеться, дуже сильно виросло внимание избирателів к містій повістці дня, к містій політиці. Тобто, люди починають розуміти, що существує містная політика, яка рішує достаточно багато. Якщо ще в 2015 році, коли, ну, скажімо так, ми знали, що процеси децентріалізації запустяться, але ми не знали, що вони вил'ються, то зараз ми вже бачимо бюджет міста Дніпра, ми бачимо, скажімо так, огромні гроші, ми бачимо можливості для їх реалізації. В цьому році менше, ніж в тому. В тому було 15 мільярдів, в цьому році 13 мільярдів. Не, це намного менше, да, і упав бюджет, але все одно питання насправді остається. В питання все одно достаточного великого количества гроші і питання, куди ці гроші будуть тратитися. Якщо раніше багато запитання не власні місці місця, а власні на обській українському рівні, то якщо місця місця мав просьбу ви велики на якийсь проєкт, то зараз місце повніє право багато проєктів рішати своїми силами. Я трохи вас зроблю, я пам'ятаю так по цифрах, я, Іван Іванович, який ми згадували, опитал, я думаю, в 2012-2014 году, на все потребы ЖКХ в городе Дніпре было в бюджете 44 миллиона гривен. Сегодня это около 2 миллиардов, не смотря на курс, там по 8, сейчас по 27, но все же таки мы видим такую ситуацию. Не, ну можете увидеть, в любом, скажем так, ОТГ во многих городах видно, что, скажем так, у местной власти появились деньги для реализации каких-либо проектов. Где лучше, где хуже, это уже вопрос, скажем так, оценки деятельности местной власти. Но то, что эти деньги есть и они могут использоваться, это привлекает внимание. Поэтому, скажем так, такое привлечение внимания и вызывая, и говорят, что будет более, скажем так, жесткая борьба. Хотя на самом деле, вот на сегодняшний день можно увидеть, что пока, ну скажем так, именно что касается грязной борьбы, не сильно развернулись. На самом деле, да, есть определенные там попытки снизить рейтинг друг друга, но это пока на самом деле не очень грязные приемы. Они на самом деле достаточно привычные. Есть там нарушение раньше агитации, но это тоже, опять же, настолько привычные вещи. Мне кажется, что вот буквально с начала октября начнется более жесткая кампания. А, ну, если будет второй тур, вот в нем будет самое жесткое. Мерских выборов, мать на увазе. А взагалі, какие технологии такие, что брудні-брудні, как-то кажуть, могут застосовываться? Проте и политических партий, и конкретных оппонентов? Ну, их намного очень богатое количество черного пиара. Там много есть примеров. Ну, на самом деле, есть там такой хрестоматийный пример, скажем так, когда на листовке оппонентов клеят на лобовое стекло припаркованных машин. И, скажем так, плюс, когда сливаются какие-либо, ну, даже необязательно проверенные или непроверенные данные. На самом деле, в условиях выборов необязательно, скажем так, сливаемая грязная информация – это не повод для подачи в суд. И она сливается не в суд, она просто сливается в медийное пространство. Ну, и плюс, когда уже более-менее, наверное, кстати, еще в этом же и вопрос, потому что мы толком пока не знаем явных лидеров гонки. Ну, мы знаем несколько человек, но не знаем, грубо говоря, двух лидеров гонки, как, грубо говоря, было в 2015 году, когда мы четко представляли. И тогда уже грязные выборы были направлены друг против друга. Было четкое противопоставление. Да, Борис Филатов, до речи, написал в своем фейсбуке, что его основный конкурент, в принципе, той же, как и в 2015 году. Не знаю, насколько это отвечает. Ну, там есть разные социологические опросы. На самом деле, кстати, тоже один из не самых чистых приемов – это приемы социологическими опросами. Мы их уже увидели огромное количество масс, в которых побеждают, кто только не побеждает. Какая политическая партия заказывает социальный опрос, в том она и побеждает, скажем так. А взагалей, в Украине, вот за вашими спосторожними, да, хоть вы все-таки политолог, большинство социологов, есть реальная социология? Есть, конечно, и очень много реальной социологии. Просто, ну, как сказать, достаточно часто она внутренняя, она не предназначена для того, чтобы публично информировать. Любой штаб заинтересован в реальной социологии, а не в левой, скажем так. То есть это социология, которая уже формирующая, так называемая, которая формирует образ, что данный кандидат является лидером и так далее. Это уже отдельная, и она выпускается конкретно для избирателей. А внутренняя, да, достаточно большое количество социологии, в межвыборный период ее огромное количество. Ну да, мы помнимаем в истории, там такие моменты, когда, я не знаю, там, пані Королевской в 12-м году, там 10% малювали в итоге, у підсумку 1 вийшов. Ну да, было много такого. Пане Андрію, я хотел бы про Дніпровскую трехи политику поговорить на передодні місцевых выборів. Вот, доводится, знову ж таки, від різних экспертів чути такі слова, що саме у Дніпрі буде боротьба найбільш за пеклою. Хоча багато хто говорить, що результат, в принципе, відомий, не знаю, подивимось уже у листопаді місце, але все ж таки. Вот, чи погоджуєтесь ви з тією оцінкою, що саме наше місце станет такою ареною, за якою буде дивитися вся країна? Ну, возможно, возможно, потому что во многих других, если мы сравниваем с другими крупными городами, там картина более-менее ясна. Хотя, даже, скажем так, даже про тот же Київ мы слышим не так много, как обычно. Хотя, вроде бы, столица по выборам всегда привлекает достаточно много внимания. Возможно, да, потому что Дніпр, ну, скажем так, опять же, вышли проверенные игроки. У каждого этого игрока есть, как минимум, свой стартовый электорат. Они давно уже на политической арене. Есть люди, которые всегда за них проголосуют в любой ситуации. Поэтому, возможно, на самом деле все. Все будет зависеть от качества избирательной кампании, которая будет проведена. Да, и, до речи, щодо кандидатов, хотів запитати. У нас їх на посаду міського голови не 5, не 10, а значно більше. Скажемо, для чего це робиться? Ну, вот, зрозуміло, что певні люди, ну, вот, точно не пройдуть, да? Для чего они себе висувают? Это прицел на какое-то будущее для того, чтобы раскрутить себе, там, какую-то политическую силу, или просто для того, чтобы сбить рейтинг, скажем, более популярной людины? Ну, вот все, что Вы сказали, может использоваться. Да, во-первых, некоторые политические силы выпускают, потому что им надо заявить о себе. То есть, они даже не столько выдвигаются часто на мэра. И, кстати, по этим спискам мы видим, что некоторые политические партии ставят ставку не столько даже на должность мэра, а ставят ставку, в первую очередь, на попадание в Горсовет своих депутатов. И это совершенно нормально. Им нужен, они должны выдвинуть своего лидера, они должны его прорекламировать, ну, и через него прорекламировать и себя. Да, некоторые политические силы просто говорят, что они существуют и строят какую-то свою кампанию на будущее. Они, кстати, чаще всего потом и не уходят после выбора, а пытаются существовать, взаимодействовать и так далее. Но иногда, если мы говорим там про регистрацию кандидатов-клонов, кандидатов-спойлеров, бывает, что регистрируется кандидат, который полностью повторяет программу, ну, или риторику какого-то своего оппонента, ну, грубо говоря, или там националистическую, или там пророссийскую и так далее, чтобы сбить часть голосов. Ну, на самом деле, в том же 2015 году мы видели даже политические партии с похожими названиями, похожими кандидатами регистрировались во время выборов. Так, вот хотел бы трошки поговорить про работу выборчих комиссий. Власне, я не знаю, они нам и дадут тот результат, который мы, по-бачему, как-то кажут на табло, сформованы и областная, и міськая, если говорить про Дніпро, да, районные выборчие комиссии. Вот, что следуете вы за их работу? Взагалі, ваша оценка их работы, насколько она прозорная, есть там певные скандалы, постоянно изменяются члены комиссии? Вот, что вы можете сказать? Ну, смены чаще всего связаны с тем, что, ну, скажем так, очень много не совсем профессиональных людей часто попадает. Потому что политические партии, которые выдвигают членов в избирательные комиссии, особенно такого уровня, они иногда больше руководствуются, скажем так, лояльностью к своей политической партии, чем какими-то профессиональными навыками. А организация выборов на таком большом участке – это, на самом деле, достаточно большая работа и очень большая работа. Даже если мы говорим сейчас вот особенно про новую комиссию Днепровского района, сформированного, на самом деле многие с таким не сталкивались, с такими объемами работы. Ну, насколько я знаю, пока особо, ну, скандалы были, срывов вроде бы пока не было, пока нарушений законодательства засвидетельственно не было. Ну, действительно, хотелось бы надеяться, что будет более профессионально относиться политические партии к людям, которых они выдвигают. Потому что иногда, ну, скажем так, действительно кажется, что лояльный человек – это замечательно, но человек, который может организовать избирательный процесс, это более оптимально, потому что, опять же, та же политическая партия и пострадает в итоге. Да, ну, все-таки тут слід, мабуть, еще разуметь, что это не 10 и не 100 людей, да, это все-таки тысячи и тысячи, и найти их все-таки не так просто, да, и замотивовать как-то не только идеологично, а и материально. Нет, ну, я говорю в первую очередь про не ДВК, потому что ДВК – это совершенно другой уровень. Я говорю в первую очередь вот о районной и городской, потому что они очень тяжелы в организации, слишком большое количество организаций и процессов на самом деле. То, что ДВК – нет, ДВК там на самом деле, они, ну, понятно, что они проходят определенную… Дельничную выборчую комиссию. Да, 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 Дельничную выборчую комиссию, они проходят определенную подготовку. Там, ну, конечно, они работают, конечно, они не спят, но там не такой объем просто чисто физической работы. Так, ну, власне, на этих выборах мы будем оставить галочки, ну, тих, кто підуть. Я сподіваюсь, что большинство наших глядачей все-таки піде на выборы. Будем оставить галочки в декольки бюлетенов. Но все-таки, така вот у нас є новація, что мы будем ставить галочку напротив політичної партії, которую мы поддерживаем, и можем вписывать еще номер кандидата зі списку, который нам подобается, или которого мы знаем, что, ну, просто захотел я вписать там якийсь номер. От, насколько такая система выборов есть, разумеется, для пересечного гражданина, да? Оскільки проводились нещодавно социологичные дослежения, здається, близько 14% лише граждан смогли точно назвать дату проведения мясовых выборов 25-го журнала. На самом деле это большая проблема, с которой мы, кстати, столкнемся именно во время проведения выборов, потому что многие придут, рассчитывая, увидеть классические бюлетени, а увидят не очень классические бюлетени. И здесь весь вопрос в том, что, ну, скажем так, как минимум такие изменения должны были готовиться заранее. То есть вот это вот объяснение избирателям, как будет выглядеть этот бюлетень, он тоже должен был готовиться заранее. При этом, ну, скажем так, не очень понятен смысл этого ведения, потому что чтобы вот этот вот номер, который мы ставим, чтобы наш голос, ну, коллективный сработал, и этот кандидат поднялся в рейтинге и точно попал в городской совет, он должен набрать 25% от общего количества отданных голосов, что очень редко встречается на самом деле, потому что, я думаю, большинство даже не разберется и не поймет, какие номера и зачем их там ставить. На самом деле это какой-то такая модель местные, открытые списки без открытых списков, потому что в итоге я сомневаюсь, что они массово сработают, и где-то будет большое количество этих депутатов, которые воспользуются этой возможностью на самом деле. Так, до речи, вот хотел бы таке политическое питание задать, хотя, в принципе, да, месевые ради – это больше господарская деятельность, но все же таки, вот, знову ж таки, и по телебачению, и от окремих экспертов доводится чути таку оценку, что пропрезидентская политическая сила фактично сливает месевые выборы. Я не могу сказать, это так или не так, да, вот, есть разные оценки, но вы, как политолог, как доктор наук, что вы согласитесь с этим? Я не думаю, что невозможно есть какие-то, в каких-то местах, вы же поймите, местные выборы – это одновременно огромное количество независимых друг от друга избирательных процессов. И на самом деле в каждом населенном пункте можно говорить о своем. Я не думаю, что они сливают, я думаю, что вот этот год последний показал, и особенно мы помним, когда было начало пандемии, вот эти вот скандалы и, скажем так, споры между центральной властью и местной, и вдруг мы все поняли, что невозможно проводить полностью политику, даже имея моно-большинство, если у вас нету хотя бы согласования позиций, не обязательно побеждать на всех выборах, можно просто согласовывать позиции, нету согласования позиций с местной властью. Местная власть уже окрепла, местная власть получила, опять же, свои бюджеты, независимые от государства, то есть государству не так много есть каналов на нее влияния. Они независимо избраны, их сложно снимать. И я думаю, что во многих, особенно центральных точках, действительно заинтересована правящая партия в том, чтобы победить. Просто другой вопрос, возможно, она была не сильно готова, потому что это, опять же, очень большой кадровый потенциал. Надо одновременно подготовить до нескольких тысяч, по большому счету, кандидатов в городские, сельские, головы ОТГ и так далее. На самом деле это огромное количество работы. Просто, возможно, вот как раз неналичие или, скажем так, отсутствие от этих местных представителей, на самом деле, достаточно часто сыграло с ними злую шутку, потому что им приходилось на самом деле искать, мы видим достаточно, ну, скажем так, я сейчас не говорю далеко не только про Днепр, я вообще говорю про всю Украину. В некоторых городах мы видим достаточно, ну, как сказать, необычный выбор политической партии, из-за этого мы так говорим. А просто, на самом деле, часто они искали достаточно популярных людей, которые согласны с их позицией и выдвигали их. То есть у них еще нет вот этого кадрового потенциала, кадрового лифта, который можно продвигать. Андрій, у нас лишается меньше хвилини, но все-таки не могу на завершение нашей разницы не спросить вас. Все-таки коронавирус никуда не поделся, у нас пандемия, Дніпро был в зеленой зоне, сейчас он в желтой зоне. Теоретично, чем можно, выменить местные выборы, или из-за обратного шляха уже точно нет? Ну, отменить, на самом деле, в законодательстве там прописано достаточно сложно. Это надо вводить в чрезвычайную ситуацию и так далее. Но там тоже определенные пункты. Есть в законодательстве новом, было объявлено о возможности проведения электронного голосования. Но, опять же, это система, которая тестируется, на самом деле, на протяжении долгого периода времени, не вводится за месяц. Но, на самом деле, я думаю, что как минимум выборы мы проведем. Уже после выборов, возможно, какие-либо ограничения, потому что уже политические силы включились, политический процесс уже начали. На самом деле, тот, кто сейчас объявит отмену или перенос выборов, на самом деле, слишком много будет инсинуаций, он может много потерять в своих рейтингах. Так, Андрей, я вам дякую за эту rozmову. Нагадаю, сегодня мы спілкувались с доктором политических наук Андреем Шулікою. На все добре. Редактор субтитров А.Семкин